Следующий год президентом России объявлен Годом памяти и славы. В 2020-м наша страна отметит 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. К сожалению, встречать ее вместе с нами будут не все ветераны. Время неумолимо течет вперед, и с каждым годом все меньше остается живых свидетелей того страшного времени. Но память о них бережно хранится в сердцах людей и на страницах книг, что они успели написать. Вот эта книга на огненной линии Тамани появилась на свет благодаря ветерану Великой Отечественной войны Якову Александровичу Харченко, который многие годы собирал материал, архивные документы и воспоминания сослуживцев о героической истории 41-й Сухомской дивизии, участвовавшей в освобождении Славянского района, прорыве голубой линии. Яков Александрович неоднократно приезжал в наш район, участвовал в митингах, делился воспоминаниями. 70 лет тому назад мы, 18-летние мальчишки в составе 41-й дивизии, пришли в этот район. Самые тяжелые бои здесь, в этом районе, это были за хутор свистельников. Яков Александрович хотел, чтобы память о героизме защитников Родины была жива и передавалась из поколения в поколение. Он мечтал написать книгу, где смог бы все рассказать. Но в 2014 году ветеран ушел из жизни, так и не увидев результата своего многолетнего труда. Но благодаря неравнодушным людям книга все-таки была напечатана. Самое дорогое и священное, что передает отец сыну, дед внуку, одно поколение другому, это память о былом, о людях, чьи дела и свершения возвеличивали славу нашего Отечества. Эта книга, она маленькая по-своему так сказать, вроде размеру, но она строго документальная. И здесь как раз идет и воспоминание, и рассказ, и что такое голубая линия. То есть для молодого человека познакомиться, чтобы он понял, что же здесь происходило там в 43-м году. Они старались оставить завет для молодежи, что любите Родину, как мы любили, боготворите ее, как мы боготворили. Презентация книги прошла для студентов славянского филиала КубГУ. Соратники автора рассказали молодому поколению о малоизвестных фактах истории 41-й Сухумской дивизии, о героической судьбе курсантов Краснодарского военного пехотного училища. В начале августа 1942 года молодой парень, Александр Харченко, вместе со своими друзьями, курсантами первого пехотного Краснодарского училища, пешком оставлял город. Да, немцы еще были на подходе, еще было 2-3 дня, но всегда, когда проводятся боевые операции, боевые действия, естественно, планируется. Есть понятие резерв, наступление. И вот молодые курсанты, будущие офицеры, их, они еще не были готовы к бою, отводили. И вот давайте представим наше современное время скоростей, машин от Краснодара до Сухума пешим ходом. На 220 страницах книги отображена история подвига и героизма 18-летних мальчишек, самоотверженно защищавших свою родину. Она наполнена многими архивными документами, редкими фотографиями и личными воспоминаниями ветеранов, что делает ее уникальной. Эта книга в принципе уникальна своим появлением по одной простой причине. Долгое время такого рода обобщающих изданий, посвященных освобождению Славянского района, не выходило. То есть здесь настолько все тесно переплетено с историей Славянского района прошлых и нынешних дней, что эта книга становится таким замечательным пособием для людей всех возрастов, рассказывающим о истории освобождения Славянского района. Потому что бои, ну только подумать, порядка 20 тысяч советских воинов, рядовых командиров погибло за освобождение Славянского района. В том числе больше 5 тысяч при прорыве голубой линии. Эти цифры, они масштабные и ужасные, потому что эта земля настолько полита кровью освободителей, что наш долг, наша святая обязанность – хранить память, увековечивать память, помогать изданию таких книг и продолжать дальнейший сбор материалов. Книга будет передана в образовательные учреждения и библиотеки, чтобы молодежь Славянского района смогла узнать еще больше о героическом прошлом своей малой родины. Мы сегодня были на презентации новой книги Якова Александровича Харченко о Тамане. В ней собраны отрывки из жизни писателя, которые рассказывают о тех страшных событиях, происходивших во время Великой Отечественной войны. И мое мнение об этой книге таково. Я очень рад, что такие люди находятся, которые собирают всю историю по кусочкам и не дают ее забыть нынешнему поколению. На страницах книги ветераны оставили послание молодому поколению. Вот что в нем говорится. Мы прожили жизнь не напрасно. Того, что досталось нам, хватило бы на четыре поколения. Мы работали, творили, боролись и умирали в боях ради будущего наших потомков. Теперь настало время для вас. Никто, кроме молодежи, не поднимет и не вдохнет свежие силы и мощь в Россию. Мы уходим. Уходим гордо, непокоренными, веря в вас, потомки наши. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».